Я использую телефон, сеть интернет, платежную сеть терминалов, завладевал денежными средствами граждан нормальным путем. По всей видимости, этот мужчина с детства мечтал стать полицейским. Вот только физическая подготовка подкачала. Но желание никуда не пропало. Поэтому он сам назначил себя стражем порядка. Злоумышленник разместил в интернете объявление о том, что может помочь с получением водительского удостоверения. Причем любой категории нужно только заплатить. Своим клиентом он представлялся сотрудником госавтоинспекции. Общался с ними исключительно по телефону. Чтобы его жертвы не заподозрили обмана, мошенник продумал каждую деталь своей схемы. Он просил предоставить ему необходимый пакет документов и требовал заранее внести предоплату. Для создания видимости и исполнения взятых на себя обязательств подбирал адреса терминалов для перечисления денежных средств недалеко от подразделений госавтоинспекции. Когда потерпевшие переводили по 40 тысяч рублей, мужчина переставал выходить на связь. По такой схеме мошенник обманывал людей несколько лет. В списке его жертв жители Москвы, Подмосковья, Белгородской, Кемеровской и Свердловской областей. Потерпевшие, как правило, не обращались в полицию, так как сами боялись уголовной ответственности. Я ему перевела 40 тысяч рублей. Он сказал, что через несколько дней все будет готово, я смогу прийти забрать права. Потом я уже ему звонила, телефон был недоступен. Я сначала побоялась идти в полицию, потому что и меня могли привлечь за попытку купить права. Он сказал, что он сотрудник ГАИ и все быстро сделает. Я ему деньги перевел и стал ждать его звонка. Он долго не звонил, а я ему уже дозвониться не смог. Тогда я понял, что заплатил мошеннику и обратился в полицию. Оказалось, мошенник жил в Сургуте. При обыске у него изъяли ноутбук, несколько мобильных телефонов, банковских карт и сим-карт, а также другие доказательства его вины. Вы раскаиваетесь? Изгленно раскаиваюсь и приношу извинения всем. Свою вину в содеянном признаете? В полной мере. Известно как минимум о девяти жертвах афериста. Общий ущерб более 300 тысяч рублей. За мошенничество задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Максим Ларин, Алексей Качкин и Иван Перминов, Петровка, 38.